всем привет привет рада вас видеть на своем канале сегодня мы с вами сделаем расклад на тему чему вы стремитесь сознательно прежде чем мы начнем хочу сказать что по выходным я делаю блиц консультации анонс об этом я пишу по пятницам в разделе сообщества кто не в курсе переходите на главную страницу моего канала нажимаете главу которая называется сообщества и там обязательно увидите пост об этом вот приходите буду очень рада вас видеть а мы с вами давайте приступим позиции перед вами тайм-коды вы тоже видите в описании любому ролику а мы с вами начинаем и так позиция номер один голубенький камешек первый вопрос к чему вы стремитесь сознательно к чему вы стремитесь до 2 органа к чему вы стремитесь сознательно пятерка жезлов и десятка мечей вы стремитесь к тому чтобы завершить всевозможные внутренние конфликты которые у вас есть и знаете разногласия такое чувство что вы хотите завершить то что вам причиняет какой-то дискомфорт этот дискомфорт он не связан с тем когда вы дома наедине да и начинаете о чем-то думать нет это дискомфорт он связан скорее всего с вашей социальной жизни то есть когда вы начинаете взаимодействовать с людьми у вас внутри проявляются какие-то не совсем понятные энергии хочу не хочу нравится не нравится то есть вам взаимодействие она приносит неудобства почему потому что появляются не знаю может быть какие-то неприятные диалоги с одной стороны с другой стороны наоборот как что-то вам приносит радость и вот какое-то такое состояние может быть у вас сейчас да когда все время есть какая-то не то чтобы не удовлетворенность нету внутренней договоренности с самим собой есть стоит знаете такое ощущение то я хочу чего-то то я не хочу то мне это надо то я передумал то ли может быть что-то начать как как я это смогу получить да то есть то есть желание то они как-то не нужны здесь какая-то такая непонятная это запутанное состояние и не понимание самого себя то есть это приносит вам как раз таки дискомфорт и такое состояние на протяжении возможно какого-то времени да видимо может быть это был ваш образ жизни может быть в каких-то сверху не не во всех а в каких-то да вы себя так вели ну то есть не было единение самого себя самим собой да то есть не было вот это внутреннего спокойствия и здесь ощущение того что вы сознательно стремитесь к тому чтобы наконец-таки прийти гармонии чтобы не было такого внутри вас туда я это хочу начал делаться потом сомнения может быть кого-то еще послушал тоже такая неуверенность здесь нету двоякости здесь есть какое-то переменчивое состояние вы как будто вы не можете вот устаканится то есть с одной стороны я все хочу быстро я если я хочу что-то получить я хочу получить это уже вчера с другой стороны мне как будто бы это и не надо получается то что хотите вас это не удовлетворяет не получаете тоже вам не нравится когда знаете обычно мы говорим да когда человек не знает чего хоть чего он хочет да вот это вот такое вот состояние у него появляется некой такой запутанности неопределенности и вот осознанно сознательно скорее всего вы стремитесь к тому чтобы вот это вот состояние было завершено по десятки мечей чтобы вот какое-то освобождение в освобождении вашей души было чувство что вот и знаю ваша душа и ваш разум не могут между собой как-то договориться и ощущение того что ваша душа она находится вот какой-то внутренней клетки до скованная разум то есть она как будто бы говорит давай 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 начнем давай пойдем туда два сделаем это разум находит тысячу доводов того чтобы не делать это и вот здесь вот так а будто бы такая усталость души что почему-то меня не слышно почему я не могу достучаться до до этой головы почему не можем в чем-то договориться почему нету вот этого вот единства надеюсь сознательно вы идете к тому чтобы у вас было вот это вот единство главы и души чтобы наконец-таки вас глава слышала вот сердце наговорила душа говорила намного громче и более уверенные да то есть вот здесь вы идете к единению могут сказать так по крайней мере стремитесь к этому для чего для чего вам это аркан звезды ну потому что есть уже такая внутренняя потребность чувство что вы уже сосрили вы уже хотите прийти к такому состоянию плюс ко всему это ваш какой-то путь который вы должны пройти здесь знаете как будто бы не закром правильно ли сказать что вот душа переросла да здесь как будто бы вот перед ваша душа она уже переросла вот эти вот игры разума вот эти вот всевозможные ловушки такое чувство что ей ей уже не интересно и она как будто бы зовет ум и либо призывает к тому что но уже согласись и позволь чтобы я вела тебя да не не ты а я здесь здесь просто состояние души такое знаете вот созрел дорос до чего-то такого что еще для чего еще ну вот великие арканы пошли аркан суда как раз ки говорит что время пришло да то есть прошлый опыт который вы должны были пройти он уже завершен он уже завершён надо уже жить как-то по-другому как-то более зрело что ли по взрослому здесь должно перестроиться вот как будто бы ваш он должен подстроиться под состояние души раньше возможно я уже говорил об этом что душа как будто бы подчинялась уму а сейчас как будто бы они должны идти сообща да здесь не кто-то кому-то подчиняется вот они должны идти сообща здесь какой-то новый новый путь и вот в таком соединение звезды и суда хочется сказать что пришло время выполнить вам какую-то определенную задачу вашу на земле но чтобы ее выполнить вот вы должны прийти к единению найти этот мостик между умом и сердцем для того чтобы выполнить дальнейшем какую-то свою задачу я не знаю какую не буду сейчас это смотреть но то есть для того чтобы дальше как-то идти куда-то да как будто бы какие-то более серьезные горизонты открываются для вас надо со настроиться надо со настроиться хорошо что вы вообще хотите получить шанс шанс на новое начинание шанс на творение на создание своего собственного мира таким как вы его видите и у меня ощущение того что этот мир он как будто бы не будет играть по правилам той матрицы в которой вы находитесь вы как будто бы сами хотите прописать правила своей жизни то есть что будет вашей жизни здесь действительно ощущение какого-то такого творца который человека достаточно зрелого у которого есть видение того как в какой жизни до жизни в плане продолжительности а вот в какой роли да в какой жизни какой игре он хотел бы жить то есть я например хочу жить более сознательной такой счастливой жизни да я себе рисую этот сценарий и я хочу его реализовать то есть здесь вот вот это вот творчество да когда человек ощущает осознает себя хозяином своей жизни и он начинает это создавать и к этому он пришел не в плане того что он где-то там что-то услышал на тренинге что мы должны быть хозяевами своей жизни и так далее а здесь уже есть на основе своего собственного опыта есть уже такое осознание внутреннее до что я не хочу играть по чужим правилам я хочу создавать свои но при этом есть еще и понимание до каких какие правила должны быть у вас в вашей игре то есть у меня такое чувство знаете как у тарологов да есть очень много разных колод но каждого таролога всегда есть своя мечта создать свою колоду да вот казалось бы да что что на вы можете привнести но все же вот это вот желание есть вот здесь вот примерно то же самое да много разных колод но я не хочу ими пользоваться я хочу своей я хочу вложить тот смысл который я хочу что еще вы хотите получить осознанная четверка жезлов до хочется уже какого-то праздника души хочется праздника души уже понимаете вот есть осознание того что уроки которые вы проходили ранее до либо сценарии по которым вы уже жили вы их уже распознаете возможно не совсем понимаете да как они появляются и по крайней мере на практике в теории то понятно это все вот но вам уже это не надо да то есть путь который проходит душа например который только что воплотилась на земле нам уже известен то есть вам нужно что-то большее что-то большее что-то грандиознее я не имею ввиду в плане бытовой жизни я имею ввиду в плане развития то есть проходить там тренинги самопознания либо читать какие-то книжки это уже не про вас вам вам это кажется уже что-то таким мелким потому что у вас есть намного больше понимания да то есть ваше сознание она уже выросла почему до больших таких масштабов вы понимаете вещи намного глубже чем кто-то другой поэтому вы хотите получить какую-то стабильность но стабильность не в плане там я не знаю зоны комфорта а здесь какой-то знаете хочется сказать стабильное состояние в когда вы реализуете свои какие-то задачи на этой земле если кому комфортно использовать вместо слова задачи предназначение вот используйте так вам будет возможно понятнее для меня понятно слово выполнение своих каких-то задач и то есть делать то есть заниматься своим делом да в согласии в соответствии с поставленными задачами души на это воплощение получите от этого удовольствие да то есть под делать это уже стабильно делать это в удовольствие не потому что есть там какие-то договоренности либо какие-то выгоды либо что-то вы в конце концов ожидает нет потому что это идет узнать как повелению души повелению души хочется праздника но не праздника радости веселья а праздника от своего собственного творения для того что вы создаете вот вы от этого получаете удовольствие здесь немножко такой достаточно философски выйдет выйдет позиция но здесь и люди я говорю неоднократно что по первой позиции меня понимают здесь души такие достаточно не хочется сказать прокаченные поэтому и повествование такое почему вообще для вас так важно стать я знаю творцом своей собственной жизни на хозяином чтобы вы повелевали на возможно где-то в каких-то моментах чтобы вы повели повелевали самому себе вот в плане своих инстинктов чтобы вы как-то не шли на поводу а вы управляли то есть что это значит чтобы отслеживали что вот сейчас да во мне включаются какие-то негативные эмоции я не хочу эти у них на поводу я хочу этим управлять не управлять своими эмоциями а управлять процессом да что я решаю да я не согласен допустим там отдавать свою энергию сливать ее на негатив либо там сливать на какие-то позитивные эмоции я хочу эту энергию направлять перенаправлять на что-то другое то есть вот это вот модель поведения То есть, когда я осознаю, что я делаю, не иду, как лунатик, куда меня ведет мое тело, я осознаю свой каждый шаг. Почему для вас это так важно? Шестерка мечей. Потому что такое ощущение, что долгое время убегали, долгое время закрывались, скрывались от людей. А сейчас как будто бы время, что ли, пришло. Я говорю, здесь такое ощущение, вы это поймете. Король мечей. Потому что скопилось очень много информации, которую здесь даже не то, что вам хотелось бы ее передать, а вам хотелось бы больше ее проявлять в своей жизни. Здесь, знаете, как интересно, здесь не то, что я кому-то там что-то рассказываю или помогаю. Нет. А здесь та информация, которая есть, вам хочется использовать ее в своей обыденной жизни. То есть, магия, она не тогда, когда там где-то что-то прочитала и начинаешь делать ритуалы. А магия это тогда, когда ты как раз таки управляешь и понимаешь процессы и управляешь своими иллюзиями, если так можно сказать, если не реальностью, для того, чтобы создать то, что ты хочешь. И вот в этом ты ощущаешь свою какую-то силу. Силу в силу того, что ты находишься в единстве с миром, который тебя окружает. То есть, ты не возвышаешься, потому что это будет ошибочная позиция, что вот я молодец, я вот дорос до такого нет. А наоборот, когда ты понимаешь, что ты часть этого мира, и ты можешь творить такую же магию, как и мир, который находится вокруг тебя. Потому что ты находишься в единении как с миром, так с Творцом. Но здесь вот такое ощущение, что вы в своей жизни хотите стать хозяином, управлять своими мыслями, управлять своими переживаниями, состояниями. создавать, материализовать, материализовывать то, что вы хотите, так, как вы это видите. То есть, не просто получать информацию из книг, как это делают, я не знаю, единицы. А вы хотите это сделать так же, но не для кого-то, еще раз скажу, а для себя. То есть, здесь как будто бы, не знаю, здесь это важно в вашей душе. Почему это еще важно? Потому что так будет справедливо. Потому что так будет справедливо. Это необходимо для вашей души. Здесь это как будто бы такая задумка. Такая задумка. И выпадает аркан дьявола. Такая задумка для чего? Потому что вы как будто бы через такой подход сможете узнать себя намного лучше. Потому что в такой жизни, в таком формате, да, вы столкнетесь со своими, хочется сказать, внутренними бесами, да, и сможете узнать себя намного лучше. Вот именно через эти темные, теневые аспекты. Здесь вообще по первой позиции речь не идет о социальной жизни, о внешнем каком-то мире. Ощущение того, что вы сознательно сейчас находитесь в процессе работы с самим собой. То есть процесс внутри вас сейчас идет. И вот это вот ощущение жизни, оно не внешнее, оно внутреннее. Внутри вас проигрываются какие-то сценарии в вашей голове. Есть какие-то ваши представления. Может быть, вы ведете какие-то диалоги в своей голове с кем-то. И это настолько реально, что вот, не знаю, может быть, происходят какие-то инсайты благодаря этому. Что-то понимаете, осознаете. Здесь очень много внутренней работы. Здесь идет, как-то, знаете, понимание жизни вообще, но внутри вас. Это очень интересный момент. То есть, казалось бы, вот вы как будто бы не замечаете сейчас вообще реальность, которая находится вокруг вас. Она для вас сейчас не актуальна. Что-то сейчас идет внутри вас. Что-то вы, хочется сказать, что-то обмозговываете, да, на чем-то думаете. Какие-то, может быть, свои мысли отлавливаете, свои состояния. Идут какие-то воспоминания, идут созерцания. Но это вот все как-то внутри вас. Я не вижу, чтобы это было снаружи. И это направлено на то, что, знаете, как-то так интересно. Вот к вам приходит какая-то информация, да, вот что-то есть, вы это думали, сделали ли какие-то выводы, да, что-то проанализировали. А потом вам хочется во внешнем мире это применить. Вот этот вот готовый уже рецепт применить и посмотреть, какая реакция. Правильно ли у вас были доводы, да. Можете ли вы подтвердить свою теорему, какие-то свои догадки или нет. Вот, то есть, ну, здесь как будто бы вот самим собой, игра самим собой. Поэтому я и сказала ранее, что вот внешний мир, люди, которые вас окружают, они вам, ну, по крайней мере, сейчас, да, на данный момент, они вам не совсем интересны. Они не являются для вас игроками в вашей собственной игре. Что-то здесь другое происходит. Это тот этап, который вы должны пройти. Вы много узнаете о себе. То есть, вот здесь очень много внутренних процессов идет. Так, вот такая у меня была интересная первая позиция. Догорела моя благовоние. Хорошо, 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 хорошо. Идем к позиции номер два, красненькому камешку, двоечке. К чему вы стремитесь сознательно? Нет, не хочу эту колоду, хочу вот эту. К чему все сейчас стремитесь сознательно? Тройка луков. Что вы здесь... Здесь идет исцеление. Исцеление нереализованных ваших каких-то желаний. Исцеление разбитого сердца. Завершение. Завершение какого-то этапа. Ну, по крайней мере, вы хотите завершить. Завершение здесь не внешнее. То есть, вовне здесь велика вероятность, что уже поставлена точка. Но внутри себя как будто бы еще нету этого завершения. То есть, не прошли еще до конца эту боль. То есть, не погрузились полностью в ту боль, которая здесь описана. Я не знаю, с чем она связана, либо с кем она связана. Но контакта во внешнем мире с этой ситуацией, либо с этим человеком уже нет. Но внутри себя есть еще вот это вот какое-то остаточное явление. То есть, оно еще до конца не исцелилось. И вы сознательно, к вам уже пришло вот это вот понимание, что я хочу завершить. То есть, если это какие-то воспоминания о каком-то человеке, я хочу его отпустить. То есть, раньше, возможно, было важно воспоминания. Может быть, это какое-то место. То, не знаю, может быть, кто-то переехал, например, в другую страну. И вот эта вот боль, ностальгия, она не отпускала вас. А сейчас уже появилась такая готовность, что, ну, нет, я хочу уже это отпустить. Я уже понимаю, что мне это ничего не дает. То есть, пользы от этого нет никакой. Наоборот, какие-то разочарования. И я хочу начать сначала. И я даю себе отчет в том, что я хочу завершить. Завершить эту ситуацию. Причем завершить с миром, да. То есть, понимаете, не как-то насильственно. Вот я не могу забыть человека, да. И применяю разные практики, чтобы насильственно это забыть. Это не получится. Здесь у вас как будто бы пришло вот это вот понимание, что надо с миром отпустить. Ну, толку нету, да. Допустим, если этот человек ушел из вашей жизни в физическом плане, да. То есть, если, например, человек умер, то понимаешь, что да, окей. Любовь любовью, но мне от этого легче не становится. Надо отпустить, да, и душу того человека, кто ушел, и себя. То есть, не знаю, можно помнить по-другому. Не обязательно держать в голове. Вот здесь об этом. Для чего вы стремитесь именно к такому исцелению? Семерка кристаллов и четверка костей. Для чего? Потому что вы понимаете, что если вы это не сделаете, вы не сможете раскрыть свои какие-то способности. У вас появилось желание развернуться на 180 градусов и пойти против, не знаю, против общего какого-то течения. Но это благостный такой разворот. То есть, это не то, что вы плывете против течения. Вы как будто бы идете против серости, какой-то обыденности, похожести на всех. Вы как будто бы решили пойти своим каким-то путем. То, что я говорила, для чего вам это важно? По семерке кристаллов. Потому что почувствовали, что есть какой-то потенциал. Но вот я не могу его реализовать, потому что сливаю очень много энергии на эту боль. И здесь такое ощущение, что не то, чтобы забыть ситуацию, вот эту боль свою через тем, чтобы заниматься каким-то своим делом. Нет. Я просто понимаю, что в то новое, в которое я хочу пойти, у меня не получится, потому что есть какие-то страхи. И эти страхи, они идут как раз-таки с этой боли. И я понимаю, что меня эта боль не отпускает. И я как будто бы и в прошлое не могу пойти, потому что его уже нет. И в будущее, потому что я его тоже не могу создать. И вот здесь вот это понимание прошло, что надо отпустить и идти. Раскрывать как-то, раскрывать, что вам здесь раскрывать, какие способности, что вы тут раскрываете. Вы хотите прийти, знаете, к любви, к любви, к какой-то заботе по десятке кристаллов. Вы хотите принять, да, то есть вы хотите принять свой опыт. Здесь есть эта потребность. То есть для чего? Для того, чтобы, ну, вы понимаете, что вы не принимаете этот опыт, и он вас разрушает. То есть здесь уже пришло такое понимание, что, знаете, всему есть, хочется сказать, свое время. Да, и есть, например, травы, которые, с одной стороны, они помогают, а с другой стороны, если произойдет передозировка, то эти травы, они превращаются в яды и могут вас уничтожить. Вот здесь вот как будто бы вот эта вот боль, она до какого-то периода, она вам была нужна, да, она была как лекарственные травы. Но сейчас, чем больше проходит время, вы понимаете, что эти травы, они превращаются в яды и очень токсичные, начинают вас разрушать. Поэтому для вас важно, для вашей внутренней гармонии, для здоровья, давайте так скажу, да, душевного и физического, для того, чтобы двинуться дальше туда, куда вы хотите идти, надо завершить ситуацию. Ну, совершаем ситуацию, что по Аркану Мира, что по Десятке Кристаллов с любовью. А с любовью завершение – это принятие. То есть я принимаю, да, эта ситуация, она была в моей жизни, я ей благодарна, потому что благодаря ей я стала, либо стала тем человеком, кем я и сейчас научился, да, что-то прожил. Но я с огромной благодарностью к этому человеку, либо к этой ситуации отпускаю, да, то есть уже, ну, то есть свою роль, эту ситуацию, либо этот человек уже выполнили. И здесь идет вот это вот отпускание. Вот для этого вам это нужно. То есть знаете как, это когда у человека есть чувство вины, и он приходит к кому-то и начинает просить прощения, потому что это ему нужно, да, чтобы ему легче стало. Вот здесь примерно про то же самое. Чтобы вам стало легче, вы понимаете, что надо отпустить. Но отпустить с миром, еще раз скажу, не насильственно, а с миром. Что вы хотите получить? Двойка луков. Вы хотите получить примирение. Примирение, возможно, во внешнем мире, да, с кем-то, либо внутри себя примирение. Здесь хочется, чтобы тучи над вашей головой, либо внутри вашего мира, да, как внутренней тучи, как настроение, чтобы они развеялись, чтобы вышло солнышко, чтобы снова ощутить какую-то свою силу. Потому что пока есть разрозненность, да, ты чувствуешь себя как-то обессиленным. Вы хотите стать сильнее. Да. Семерка жезлов. В чем именно? Семерка луков. В чем именно? В том, чтобы не убегать от своих задач, да, не придумывать себе какие-то отговорки, а делать то, что вам необходимо. Здесь, смотрите, такое ощущение по этим арканам, что вы четко понимаете, в чем проблема у каждого из вас. Ну, как будто бы осознанно закрывали на нее глаза. И во внешнем мире говорили о том, что, я не знаю, ну, на примере отношений, давайте я скажу, что вас спрашивают, почему ты один? Возможно, вы говорили, а, мне пока и не нужно, да, там, я не знаю, может быть, восстанавливаюсь, может быть, мне неинтересно, там, либо еще что-то. Но внутри вас была, допустим, эта потребность создать отношения. Но вы понимали, что с таким характером, какой он у вас есть сейчас, допустим, да, это будет трудно, надо что-то себе исправить. Так вот, чтобы что-то в себе не исправлять, всегда вас что-то отвлекало. И вам проще было сказать, что, а, я не хочу, ну, либо мне пока не надо, либо еще что-то. То есть придумывать какие-то отговорки для того, чтобы не сделать то, что вам нужно. Если это, например, на бытовом уровне, чтобы это было понятно, есть такое чувство, что, не знаю, надо пойти помыть посуду. И вы, ой, да ладно, никуда она не убежит, да, я вот сейчас, я не знаю, позвоню подруге, вот там что-то скажу очень важное, что нужно было, а потом пойду. Вот, поговорили, пока поговорили, потом еще что-то сделали. В общем, так и откладывайте эту посуду на потом. Все, откладывайте, складывайте, просто потому, что вы не хотите ее мыть. И вы придумываете себе какие-то отговорки для того, чтобы какую-то суету, то есть, знаете, создаете какую-то бурную деятельность, и по факту вы не делаете свою основную работу, просто потому, что вы ее не хотите. И вот за этим скрывается у каждого что-то свое намного глубже. Почему вообще для вас так важно вот это вот примирение и решение вашей какой-то задачи? Почему это так важно? Потому что это вот, я уже сказала, это даст вам силы по аркану солнца. Вы ощутите себя более уверенно, у вас будет прилив энергии, да, вам будет желаться как-то вот жить, желание радости, наслаждаться каким-то танцем, да, здесь танец шамана. А полетом вы ощутите себя намного свободнее. Вот я говорю, какой-то груз, груз спадет, и вам легче будет. Еще почему это так важно? Потому что вы ощутите себя победителем, это будет самый большой триумф для вас. в том, что вы справились со своими эмоциями, в том, что вы наконец-таки разобрались в какой-то ситуации, что вы что-то поняли, что вы что-то осознали. Здесь такая энергия, немножко детская, которая говорит, знаете, когда ребенок собирает пазл, много кусочков, это так достаточно сложно, и вот он наконец-таки собрал это, он такой довольный, да, приходит к маме и говорит, мам, мам, смотри, у меня получилось, да, я смог. Вот здесь вот примерно тоже такое, да, то есть почему-то у вас было возможно ощущение, что вот вы как-то не справитесь с этим, да, с этим состоянием, возможно. А здесь получается так, что я справился, вы как будто бы даже сами не ожидали от себя. Для вас это важно, для какого-то внутреннего подтверждения, что я способен, да, что я не какой-то там, не знаю, неспособный человек решить как-то с собой какие-то задачи, что-то договориться, никчемный, да. А здесь будет вот это вот ощущение удовлетворения. Потому что, знаете, вот из него, в этом состоянии, да, как будто бы вот, не знаю, оно вам важно, вы через это состояние сможете ощутить себя как-то взрослым, зрелым. То есть до этого, возможно, вы чувствовали себя как-то несостоятельным, что ли, как маленьким ребенком зависимым. И вам говорили, это как маленький ребенок, который не может сам себе завязать шнурки. И он зависит от своих родителей, да, чтобы ему там завязали шнурки на кедах. А тут он, значит, сделал, он получил. У него получилось, и он ощутил себя, вот я теперь взрослый, да, если я могу это сделать, я теперь взрослый. Или, например, для того, чтобы перейти через дорогу, мама держала всегда ребенка, либо там, я не знаю, папа, чтобы не было какой-то там аварии, либо еще что-то. И он ощущал себя маленьким. А вот здесь он что-то сделал, и вот это вот чувство удовлетворения, я молодец, у меня получилось, значит, я могу. А если я могу, значит, я уже взрослый, значит, я уже созрел. То есть здесь даже не то состояние важно, что у меня это получилось, и я с этим справился, а в том, что вы для себя понимаете, то есть это для вас как будто бы один из критериев того, что я подзрослел, да, то есть показатель того, что я теперь взрослый, я теперь могу, я теперь самостоятельный, да, я теперь независимый. Вот для этого вам и важно. Так, это у меня была вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер 3 троечки. К чему вы стремитесь сознательно? Смотрим, к чему стремятся тройки сознательно. Тройки все, хочется сказать, воюют со своим, со своей семеркой мечей, да, со своим, со своими хитростями, с каким-то самообманом. Что-то вы хотите здесь договориться с ним, да, аркан перерождения, то есть аркан смерти. Вы как будто бы хотите научиться жить по-новому, по-честному, по-честному, по отношению к самому себе. Не обманывать себя, не хитрить. Хочется каких-то искренних взаимодействий, взаимоотношений с самим собой, чтобы не было вот это вот желание как-то, как-то обмануть, что ли, себя. Что вы хотите здесь переродить? Страхи. Вы хотите как-то, я не знаю, научиться разговаривать с самим собой открыто. То есть когда вам страшно, да, чтобы вот как-то признаваться себе самому, что мне страшно, да, либо я тревожусь, я переживаю, либо у меня есть чувство вины, что как-то, чтобы вы понимали сами причину своих поступков, да, не то, чтобы это случалось, и вот вы в недоумении, ну как так я поступил, а чтобы вы могли вглубь увидеть причину того, почему вы поступили так или иначе. То есть если вы боитесь, вы хотите себе признаваться в этом и говорите, что да, я боюсь, либо я сейчас чувствую вину. Почему? Откуда это пришло? То есть вы хотите видеть эти состояния. Что вы хотите изменить в себе? Ну вот эмоциональный план, да, туз кубков. Что именно в этих эмоциях вы хотите изменить? Какую-то свою неуверенность. Понимаете, здесь есть какая-то неуверенность, когда вы что-то начинаете делать. И из-за того, что вы не уверены, вы придумываете разные сценарии сами для себя, да, и обманываете, что вот я, допустим, у меня не получается не потому, что я не уверен, да, либо там я боюсь, а я не получаю, не начинаю делать, потому что, допустим, я не знаю, у меня не хватает каких-то знаний, да, либо мне не хватает какого-то опыта. Вот я еще вот это сделаю, а потом пойду. Но внутри вы понимаете, что ну вот не совсем это так, да, и вот признать это внутри себя сложно. И вот вы хотите сознательно, стремитесь к тому, что вы признавали внутри себя, что окей, я сам себя обманываю, да, что я боюсь, да, конечно же, я боюсь, я боюсь, допустим, начать что-то, но я уже про это открыто говорю, да, что я не уверен, возможно, но при этом я себя не обманываю в плане того, что у меня нет каких-то знаний, что у меня нет опыта. Да, у меня есть знания, у меня есть опыт, но я боюсь. То есть вот сознательно вы стремитесь вот больше к честности самим собой. Для чего вам это нужно, Верховная Жрица? Вы не хотите уже как-то что-то от себя скрывать, не хотите находиться как-то, возможно, в пассивности, да, хочется уже больше действий, хочется каких-то результатов. Хотите, не знаю, может быть, хотите стать таким человеком, которым вы когда-то уже были, да, по шестерке кубков, либо хотите вспомнить... Здесь вот какая-то искренность идет, деткость, открытость. Возможно, вы где-то осознаете, что из-за своих эмоций вы как-то закрывались от людей. Не знаю, может быть, как-то, ну, вам некомфортно было с ними приходить. Знаете, бывает так стыдно, да, вот стыдно там человеку в чем-то признаться. Поэтому давай я лучше буду его избегать, не буду с ним взаимодействовать, да, то есть я его не увижу, и все окей, не будет никаких проблем. Но вот внутри себя, да, присутствует какой-то вот этот вот стыд. Хочется уже честно, да, честности, вот здесь честность идет. Вот, что вы хотите получить? Двойка Педакли, хотите получить баланс и аркан мира, хотите пойти в новое, совершить новый шаг. Ну, уже, знаете, шагать по жизни, вот как я уже сказала, неуверенность, убрать неуверенность, а шагать наоборот уверенно, чтобы не было вот этого вот бесконечного выбора, да, чтобы как-то уже определиться с самим собой, вот что я хочу, чтобы не было метаний, вот этих внутренних терзаний, растираний вас, растерзаний вас на одну сторону или другую. Правильно я поступил неправильно, надо было так, не надо было. Хочется уже, знаете, так, не знаю, здесь идет то, что мне человек говорит, я хочу как у людей, да, чтобы у меня было все как у людей, как у людей. И здесь подразумевается, как у людей, чтобы все было, не знаю, спокойно, чтобы все было хорошо, чтобы не было вот этих вот бесконечных, а надо, а не надо, а выбрать, а не выбрать. Вот это вот какая-то суета, непонимание происходящего. Хочу пойти в новое. Вот во что новое вы хотите пойти? Аркан, аркан влюбленных. Уже хочу какой-то определенной жизни. Уже хочу понять себя и тройка педаклей говорит о том, что хочу понять себя и хочу начать выстраивать свою жизнь уже в соответствии с принятым решением. В чем вы колеблетесь, да, не можете принять решение? Аркан вселенной. Да хочется сказать во всем. Нету вот этого внутреннего, есть, скорее всего, внутреннее разделение вас, да, вот оно бесконечное. Вот это вот разделение на дуальности, на противоположности, как будто бы нету единения с самим собой. Не хотите вот это вот внутреннее по пятерке мечей, да, ощущение какой-то критики, вот это самобичевание, оно уже вас достало, если честно. Здесь вы устали сами от себя, вот так давайте скажу. Устали, да, своей, возможно, гордыне, устали кому-то, либо себе в первую очередь что-то доказывать, либо наоборот закрываться, либо что-то отстаивать. Вы устали от себя, здесь идет энергия усталости. Почему вам так важно быть честным? Вот честность здесь главное. Это поможет вам двигаться вперед в соответствии с вашей душой, и это не будет разбивать вам сердце. Это поможет вам двигаться по жизни, знаете, когда вот вы честны сами с собой, то и совесть ваша честна, и вам легче, да, здесь идет какая-то легкость. То есть я уже не заморачиваюсь о том, что где и кому, как сказать правду, кому сказал там, что-то где-то приврал, да, причем обман здесь же не только по отношению к самому себе, где-то что-то преувеличили, где-то что-то наоборот уменьшили. И вот это вот состояние, где-то что-то не договорил, где-то сказал что-то лишнее. Это тоже все про честность. Вот вам как будто бы проще будет жить тогда. Да, проще, вот, шестерка, педагли, взаимодействовать с другими людьми. Вы быстрее начнете двигаться. Движение вперед будет легким, легким, вам это будет больше нравиться. Да, десятка кубков, видите, это будет вас наполнять и по четверке жизненных вам это будет приносить удовольствие. Вы не будете зависать, да, вот из-за того, что я как-то не уверен, не могу определиться, я не знаю, что я хочу, почему это со мной. То есть вот здесь какие-то такие заморочки у вас идут. Как-то так. Да, сегодня немножко был такой тяжеловатый, хотя и с другой стороны легкие энергии, но и одновременно как-то вот поток, он был какой-то такой массивный, тяжелый, что ли. Не было вот этой легкости. Как-то так. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых раскладов. Всем пока-пока.